Добрый день! Поговорим сегодня об овербэндах, а точнее об оверблоу. Это овербэнда на выдохе. Еще точнее об оверблоу на четвертом отверстии. Почему на четвертом? Смотрите, какое дело. Я умею брать оверблоу на шестом отверстии, на пятом. А на четвертом не умею. И я хочу научиться. Мне нужна эта нота для одной мелодии красивой. Я подумал, почему бы не сделать это на камеру, чтобы вы посмотрели, как примерно происходит обучение, освоение, и что это вообще такое. Да, кстати, что это вообще такое? И для чего нужны овербэнды? Ну, для того же, для чего и обычные бэнды. Мы на губной гармошке хотим взять хроматическую ноту. Хроматическая это полутона. Ну, диезы. Диезы, бемоль. На губной гармошке их нет, но при помощи определенной техники мы сможем их взять. Смотрите, сразу скажу, в каком случае можно это видео не смотреть. Во-первых, если вы еще не владеете обыкновенными бэндами. У меня есть на канале обучение. Называется «Скорая помощь. Обучение бэндам». Ссылку я сделаю в описании. Переходите туда. Если вы не можете брать обыкновенные бэнды, вы не сможете и овербэнды брать, и это точно. Начинайте с более легкого. Во-вторых, овербэнды не получится, если у вас совсем дешевая, неподготовленная губная гармошка. Ну, совсем простенькая. Понимаете, дело в том, что если обычные бэнды я брал и на очень дешевых губных гармошках, на сван, например, китайском, я с нее начинал, то овербэнды не получатся у вас. Они более капризные. Поэтому давайте начнем. Если у вас более-менее хорошая гармошка, ну, допустим, ниже Golden Melody, у нее выставлены гэпы, как минимум, вот. И вы уже четко, спокойно и уверенно берете бэнды. Давайте попробуем. Значит, в чем суть всего обучения? Берем шестое отверстие. Делаем скорую помощь. ИУ. Кто не понимает, о чем я говорю, смотрим видео по ссылке внизу. Это обучение бэндам. Мы берем на шестом отверстии обычный бэнд на вдохе. ИУ. И в том же положении, в котором у нас язык, губы, мы делаем на шестом отверстии выдох. И у нас должен получиться оверблоу. Если обычная нота на шестом отверстии звучит так. Понимаете? В положении У делаем выдох. Сказать-то легко. А берутся овербенды очень сложно, я вам скажу. И за один день не научишься. Берем пятое отверстие. Тоже делаем ИУ. Но на пятом отверстии, на вдохе, нету бэнда. Но мы его как бы имитируем звуком У. Берем четвертое отверстие. И вот тут то, что я придумал. На четвертом отверстии я оверблоу делать не умею. И я сейчас буду учиться. И предлагаю учиться вместе со мной. Берем на четвертом отверстии. Берем ИУ. Берем бэнд У. И выдыхаем в таком же положении и ротовой полости, и языка. У вас должна получиться вот эта какофония. Это означает, что вы двигаетесь в правильном направлении. Это самое важное. Добиться для начала этого звука. Теперь в этой какофонии нужно обнаружить тот самый звук, который мы ищем. Ну, в частности, для четвертого отверстия на оверблоу это будет радиез нота. Я с первого раза не научусь, поэтому будем делать паузы. Я буду учиться и постепенно показывать, что у меня там получается. Паузы. Субтитры делал DimaTorzok Ну вот нота уже и получилась Ну теперь нужна практика Много-много-много-много практики Сразу не научишься Я буду эту ноту вписывать в разные мелодии Отрабатывать-отрабатывать И в конце концов она получится четко и ясно Ну смысл я думаю вы поняли Переходим на overband С бенда То есть со звука U Спасибо за внимание Рот и язык как при бенде на вдох Доделаешь выдох Спасибо Спасибо